Уроки от лидеров России состоялись в 150 классах 20 школ Сочи. Форму занятия и его содержание участники всероссийского конкурса определяли сами. Чаще за основу брали личный опыт. Как можно вставать, несмотря на все падения, не бояться проигрывать, вставать, подниматься и в конце добиваться цели. Причем даже целей таких, которые ты изначально не предполагал. Все ребята очень мотивированные, поэтому мне кажется, с этой аудиторией было очень приятно работать. Добраться до школ участники конкурса должны были самостоятельно. Это было частью испытания. Многие до начала занятий решили осмотреть образовательные учреждения, в которых на один день стали преподавателями. Претендент на звание лидера России Вероника Прищепа попала в гимназию номер 8. Школа очень красивая, школа очень хорошо оборудованная. Я даже удивилась приятно. Это очень важный фактор для получения качественного образования, потому что современные инструменты, они позволяют какие-то вещи доносить более наглядно. Я пыталась вложить только одну мысль, чтобы они не решили, чтобы они не придумали это реально. До мастер-класса для школьников участники конкурса выполнили еще 10 финальных заданий, таких как авторский кейс, бизнес-кейс, социальный кейс, деловая игра, управленческая симуляция, тест креативности, тест на знание современных технологических трендов. За каждое выполненное задание начислялись баллы. Ну а школьный урок оценили сочинские ученики. Это очень интересно встретиться с людьми, которые, возможно, через 5-7 лет станут действительно новым руководством нашей страны. Интересно было узнать, как люди такого уровня, такого масштаба организовывают свою работу. И я понял, что, возможно, нужно меньше скромности для того, чтобы понять, что ты лидер. Нам очень повезло. Сочинские дети в восторге. Все обмениваются адресами, фотографируются и очень довольны. Для нас это большая честь, ответственность. По результатам всех конкурсных дней одним из победителей всероссийского конкурса стала Вероника Прищепа. Она работает консультантом по вопросам контроля качества. Вероника, как и остальная сотня победителей, получила возможность в течение года получать консультации наставников проекта, среди которых Сергей Собянин, Сергей Лавров, Алексей Кудрин, Герман Греф. В целом же все 300 участников награждены грантами на свое образование в размере 1 миллиона рублей. Конкурс «Лидеры России» проводился в нашей стране впервые по поручению президента России Владимира Путина для выявления и развития перспективных руководителей нового поколения. Чтобы поддержать развитие лидерского потенциала в стране, конкурс решили сделать ежегодным.